В Твери прошел гастрономический фестиваль «Верхневолжье». В этом году мероприятие в третий раз объединило представителей известных ресторанов и кафе, фермерских хозяйств и производителей продуктов питания города Твери и районов области. Впервые в фестивале принял участие известный российский шеф-повар и ведущий кулинарных программ Константин Ивлев. Опробовала гастрономические изыски в ландшафтном парке Тьмака и наша съемочная группа. С каждым годом гастрономический фестиваль становится все более масштабным и популярным. Так, в 2018 году он занял второе место по итогам национальной туристической премии «События России». Спустя год фестиваль не только привлек огромное количество зрителей, но и расширился. Свою продукцию презентовали уже почти 40 участников. Мы здесь всего 20 минут, но уже смогли обойти практически больше 20 площадок на этом гастрономическом фестивале. В каждом из них представлены лучшие фермерские хозяйства, фермеры и рестораторы Тверской области. Мы попробовали буквально все, все вкусняшки и все сладости. Как тебе? Прекрасно? На фестивале состоялись дегустации, школа кулинарного мастерства, мастер-класс от шеф-поваров по сервировке и украшению стола и другие события. Одним из самых массовых и интересных для горожан стала солянка-пати от Константина Ивлева. Известный мастер, ловко орудуя ножами и разделочными досками, за полчаса приготовил 220 литров солянки. Все секреты приготовления были раскрыты. За это благодарные тверичане даже подготовили для шефа сюрприз. С подарками пришли наши гости. Смотрите, что дарят. Прихваточка, друзья. Хендмейт. Давайте поаплодируем. Вот не просто люди сегодня пришли. Гости праздника остались в полнейшем восторге от прошедшего фестиваля. Руковь мороженая прекрасная. Первый раз пробую. Всегда хотела, мимо проходила. Лето не наступало. Последние деньги лета приходится пробовать в последний момент. А так фестиваль прикольный. В прошлом году тоже было. Было интересно. Классно, что в Киеве происходят такие предприятия, потому что не хватает вешок и ворожья. Она нужна. И это здорово, что несмотря на погоду, все состоялось. Сейчас прям салян появляется, там уже народ стоит. Классно, очень. Что тебе понравилось? Мне больше нравится здесь все. Вы сейчас придешь на флешку году? Да. А покушали, что-нибудь попробовали? Нет. Нет? А что хочешь? Я хочу фло. Мне он очень нравится. А подправится фло? Ну, потому что он очень сильно нравится. Нет. Я сам это люблю в нем мясо, и в нем молоток не мятен. Я очень люблю. Гости фестиваля домой не смогли уйти с пустыми руками. Покупали экологически чистые продукты и изделия ручной работы. Конечно, продукты будут опробованы уже в ближайшие дни, но воспоминания и впечатления от фестиваля уж точно останутся до следующего года, когда ландшафтный парк Тьмака вновь соберет любителей вкусно поесть. Продолжение следует...